Добрый день, это ABOS TV, меня зовут Сергей Сапко, сегодня в студии будем говорить о музыке красивой, хорошей и фестивальной. Коктебель джаз-фест, сегодня именно о нем поговорим. Малина Ильич Лилия Викторовна к нам пришла в гости. Здравствуйте, президент этого потрясающего ивента, прекрасного фестиваля, который вот уже 15-й, если я не ошибаюсь, раз будет происходить в Украине. Расскажите, пожалуйста, как поменялась фестивальная история после, собственно, событий крымских, потому что Коктебель джаз-фест хотелось бы, чтобы проходил в Коктебеле, но где сейчас будет фестиваль? Ну, понятно, после вынущенного переезда, не по нашей воле, с нашей родины, где мы родились, как фестиваль, мы пробовали разные локации, мы искали свои локации, мы были в Затоке в двух местах и в прошлом году нашли, на наш взгляд, очень уютное, очень атмосферное место в городе Черноморске, бывшем Ильичевске, где совершенно прекрасные песчаные пляжи, широкий, красивый, замечательный парк, и где есть такая атмосфера, ну, знаете, такого уюта, не курортного, я бы даже сказала. Черноморск уютный город сам по себе небольшой. И нам показалось, что это будет здорово, тем более мы нашли понимание в лице Черноморского торгового порта, это их турбаза, где мы будем, она большая, она прямо в центре города, там прекрасные, шикарные пляжи. Кстати, кто не знает, вообще пляж Черноморска имеет голубое знамя ООН, то есть как самый чистый пляж в Украине. И там действительно очень красивые пляжи. Там большой, чуть-чуть запущенный парк, потому что порт, ну, как бы, несколько лет турбаза была закрыта, и только сейчас они ее расконсервировали. Но, тем не менее, большой парк, поэтому у нас большое футбольное бывшее поле, поэтому у нас появилась возможность сделать палаточный городок, чего никогда к октябрьским фестивалям не делал. И в этом году мы будем с 24 по 27 августа в городе Черноморске, пляжная 5, вот такой простой адрес. – Превосходно. Фестиваль джаза на пляже. – Да, я всегда был на пляже. – Сколько, собственно, участников? Я так понимаю, что с каждым годом количество участников и посетителей, зрителей подрастает. – Смотрите, давайте будем честными, да, есть две истории о фестивале. Есть история крымская, его создание, его роста, его изменения и развития в Крыму. Есть история после переезда, после 2014 года. После 2014 года мы будем говорить о новейшей истории. Давайте так, да? – Давайте, естественно. Есть логика в этом, да, безусловно. – Да, есть новая история, есть новый этап развития фестиваля. Любые новые возможности на фестивале, именно так называются, возможности, которые возникают иногда вне нашей воли, да? – Слово «проблемы» на фестивале запрещены для всех. – Возможности, конечно. – Новые возможности, они позволяют, в том числе и фестивалям, искать какие-то новые решения для себя, да, и развиваться, как любая организация, как любому событию. Поэтому мы будем говорить, наверное, о новейшей истории, да? Если говорить о новейшей истории, то действительно количество посетителей растет. Люди, как бы, вспомнили, уже и поняли, что мы на новом месте, что мы в Украине, мы украинский фестиваль, мы себя так позиционируем. И более того, в связи с тем, что в этом году открытие фестиваля совпало с большим праздником, Днем независимости, мы весь, все 24 число будем слушать только украинскую музыку. Это день украинской музыки на фестивале. – Украинская музыка будет исполняться в джазовых обработках или… – Разная. Давайте тоже поговорим о том, что фестиваль давно вырос просто из джаза. Он сейчас фестиваль современной импровизационной музыки, если уж так быть совсем точными, да? На фестивале пять сцен. – Ух ты! – Да, есть джазовая. Начнем с самой атмосферной и такой очень, как бы, возвращающей нас к нашей истории, а мы действительно начинали джаз, и джазовая сцена, куратор, который ведущий, Алексей Коган, известный всеми джазмэн. И на этой сцене будет четыре концерта, очень интересно, где все музыканты, наши давние добрые друзья, на 15-м фестивале мы решили, что мы можем собраться с друзьями, знаете, как вот отметить, будут представлять свои новые проекты. Это и Алексей Коган с уже известным и собирающим залы джазом Киевом, таким проектом, да, прекрасным. Это у нас Гульшукаева, который представит новый проект свой, тоже очень интересной обработки. Это Усейн Бекиров и его музыканты. Усейн Бекиров давно с нами, это известнейший крымско-татарский джазмен. Он был на нашем Киево-опен-эре, представлял, и он представит тоже новый альбом, новую интересную работу. И Роман Коля, да, который тоже представит свою авторскую новую работу. Это если о джазе, да, вот таком. Еще у нас есть нюджаз, который носит, по сути, статус майн-стейджа имеет. У нас есть открытая сцена, куда поддались в этом году 300 проектов на отбор. 12 мы отобрали. У нас есть экспертный совет, и президент фестиваля не входит в состав экспертного совета. Поэтому я вместо тем, что нам отобрали, ну, такие замечательные наши экспертные, это музыканты, ведущие, там, критики музыкальные, известные тоже и в украинской среде. Вот они нам формируют открытую сцену. Ее задача показать просто новую музыку. Разную новую музыку. И у нас есть, помимо этого, спешл-стейдж, это статус ночной сцены он носит, да. Особенность наших диджейских сетов, мы всегда пытаемся сделать лайвовые проекты, потому что когда-то мы их начали, нам очень нравится этот проект. Такие проекты, да. У нас будет акустическая сцена, камп-стейдж, где можно будет не только услышать акустей, да, а и пообщаться вот так, как мы с вами, рядом с музыкантами. И надо сказать, что музыканты откликнулись на эту идею, нам это очень приятно. Нам кажется, это добавит нашему палаточному городку атмосферы и вообще фестивалю. У нас есть площадка «Артишок». Пять лет назад мы придумали такую себе часть фестиваля. Мы поняли, что наша публика хочет развиваться, хочет чего-то узнавать. И мы придумали арт-фестиваль «Артишок», где мы говорим о современном искусстве. И, соответственно, в этом году мы будем говорить очень много о кино, мы будем говорить много о театре, мы будем много говорить о архитектуре. Интересно. Да, и это такое нам, под это удалось с помощью городских властей найти очень уютное место, сити-кафе, оно прямо в центре Черноморской, каждый день с 12 до... А, там же будет Алексей Кохан со своими импровизациями слушая музыку вместе и рассказывать о джазе, и не только. И поэтому каждый день с 12 до 4 мы там будем встречаться, и любой из публики сможет там услышать что-то новое, потому что и «Артишок», и «Опенстейдж» — это открытые форматы. То есть это доступные форматы, это без билетов, то есть ты можешь прийти и просто все это услышать. Нам хочется так пропагандировать новый музык. У нас в этом году благодаря Чешскому культурному центру есть кинопоказы, дневные, вечерние, ночные. Это отдельная программа, тоже очень интересная, потому что надеюсь, что хотя бы ночью я, например, смогу посмотреть удивительный фильм Милоши Формана, «Оскароносный», «Амадей». Еще там будет и современное кино, там будет короткометражки. А для наших деток у нас есть детская зона, есть детские дневные кинопоказы. Мы увидим всю историю про Кротика. Вот все мультфирмы... Вы помните сомнение Кротика? Конечно, я помню про Кротика. Так вот, Кротики будут у нас днем рассказывать свою историю. Как они создавались и как они развивались. Мне кажется, для наших самых младших посетителей это тоже будет весело. Вот много чего, да? Помимо всего прочего, каждый посетитель наш может сейчас принять участие и зарегистрироваться для участия в съемках фильма. И выбрать для себя роль. Например, оператора на свой телефон, например, помощника режиссера. Или, например, участника массовки. Потому что в этом году на фестивале с помощью наших друзей, это они придумали, это их социальная инициатива, это не то, что коммерческая история. Нам придумали такой докуфикшн, это называется жанр, когда на фоне какого-то реального ивента снимается какая-то история. Она будет... У нас это история о музыканте, который приехал на фестиваль, решил выступить на открытой сцене. Ну, влюбился, конечно. Как же музыка, пляж, море без любви, да? Потерял инструмент, и вот он все четыре дня пытается найти девушку, найти инструмент и попасть на сцену. Нам кажется, это будет очень весело. Это такое сотворчество. Класс. Буквально через несколько секунд, сейчас мы прервемся на небольшую паузу, через несколько минут мы вернемся, поговорим в целом о фестивальной легенде, что происходит в Украине с фестивалями, и как все-таки коктебель джаз-фест перерос в кино, архитектурно-творческую такую вот лабораторию. Дождитесь, это Босс ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин